Стало известно об одной новой опции, которую может получить Lada Vesta FL. Это система контроля слепых зон. Система контроля или мониторинга слепых зон помогает водителю осуществлять безопасное маневрирование, оповещая о присутствии другого транспортного средства в невидимых для него зонах. Соответствующие индикаторы располагаются в зеркальных элементах. На автовазе идет глубокая модернизация линии B0. С какой целью автоваз модернизирует линию B0. Ради подготовки к выпуску Lada Largus FL. Автоваз готовится к прогнозируемому переводу из Москвы производства ряда моделей Renault. Подготовка к сборке автомобилей на новой платформе Renault Nissan. На базе Lada Vesta S в Кросс сделали беспилотник. Первый беспилотный автомобиль на базе отечественного универсала начал работать в городской клинической больнице номер один имени Пирогова. Новый беспилотник доставляет анализы пациентов между корпусами больницы. Над автомобилем работали ученые научно-исследовательского института «МОС-Транспроект». Совместно с коллегами из МАДИ они оснастили машину беспилотными технологиями. Автомобиль уже прошел сертификацию в институте «НАМИ», для запуска внесли все необходимые пометки в его документы. Тем не менее, по закону за рулем обязан находиться пилот-оператор, который следит за безопасностью движения.